Первая задача. На прямой выбраны три точки. А, В и С. Мы знаем, где они лежат. Мы знаем, что АВ это 3 сантиметра. И ВС это 5 сантиметра. Скажите, пожалуйста, чему может равняться отрезок АС? Я сразу дам еще задачу. На прямой выбраны уже 4 точки. На той же самой прямой 4 точки, только условий сейчас такие. Чему в таком случае может равняться отрезок АД? Секундочку, подумайте, если все это решит, принимайте. Когда, пожалуйста? Сини. Сини это во второй задаче. Во второй. Во второй задаче может равняться сини. Это правда. Даже могу нарисовать такую картинку. Просто расположить их подряд. Точка А, потом точка В. После этого на расстоянии 2 точка С. И после этого на расстоянии 4 точка Д. Вы абсолютно правы. 1, 2, 4. Действительно, ответ будет 7. Значит, вместо вопросического знака я здесь напишу число 7. Только есть еще варианты. Есть еще варианты расположения. Точно так же, в другом порядке. То есть начать с точки Д, С, В, А. Но ответ-то не изменится, поэтому это неинтересно. Да, пожалуйста. Могут еще быть, как я бы считал, 5. Расскажите, как. Если между точками В и С подходит точка А. А, отлично. Тогда сократится. Давайте я нарисую эту картинку. В и С остаются на месте, а между ними появляется точка А. Ну что, вы его правы. В таком случае действительно бывает число 5. Кстати, вот здесь я бы написал такую формулу. 1 плюс 2 плюс 4. А здесь формула по-другому выглядит. Минус 1 плюс 2 плюс 4. Ну, то есть здесь у нас двойка, здесь у нас четверка. Отрезок АБ расположен так, что он вычитается. Замечательно, 5 бывает. А еще варианты, да? Первая задача 8 сантиметров. Первая задача АС 8 сантиметров. Вы правы. Такое возможно. 1, 2, 3. Вот это вот А. Вот это вот В. 1, 2, 3, 4, 5. Вот это вот С. Действительно, здесь 3 сантиметра. Здесь 5. Вариант 8 возможен. А еще? Поставим компонент, что на эту повысенную точку. Да. Также только не между циклами, а еще. Не понял. Не понял. Вы сейчас по первой, а значит и по второй. По первой. Какой ответ вы предлагаете? Вот нам предложили ответ 8. Я его понял. Какой ответ вы предлагаете? Есть у вас картина? Как могут располагаться точки, если здесь 3 сантиметра, здесь 5. Какой еще вариант? 10. Интересно, как? 1. Ребята, давайте присутить. Все-таки бумага, клеточку у вас есть для всех. Какую я ставлю точку? С. Ставлю точку С вот сюда. Ну хорошо. Сколько дальше откладываю? А? Дальше откладываю 5 сантиметра. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Какую ставлю точку? Это B. Это B. Дальше. Дальше. Куда? Налево или направо? Налево. Налево. То есть я иду сюда. Здесь 3, здесь 5. Вообще мы правы. 5 минус 3 это 2. Значит вариант 2 тоже возможен. Нормально? Нормально. Ну как? Мне кажется, что больше вариантов не бывает. поскольку, когда у вас есть вот этот отрезок ВС, то, соответственно, еле вы пойдете налево или пойдете направо. Так, все. Здесь вариантов всего 2. 8 и 2. Теперь все-таки здесь вы мне сказали не все варианты. Минус 1 плюс 2 плюс 4. Это 5. Как получить 3? Да. Мне это нравится. Правда у вас очень тихий голос. Но, на самом деле, сказали вы правильно. 1 минус 2 плюс 4. Это действительно 3. Давайте смотреть, как это может выглядеть. Значит, мы берем точку А. После этого мы идем вот сюда. Здесь будет точка С. и после этого идем сюда. Отрезать 4 в точку Т. Итак, здесь 4, здесь 2. Ну что, по-моему, все хорошо. Понятно? Понятно. 3 бывает. Что еще бывает? 4 минус 2 плюс 1. 4 минус 2 плюс 1. На самом деле, это вопрос лево-вправо, да? На самом деле, конечно, право. То есть, как это будет выглядеть на рисунке? Мы берем прямую, ставим на ней точку А и идем на единичку влево. После этого идем на 2 единички влево, ставим точку С. И после этого идем на 4 единицы вправо, получаем точку Д. Ответ действительно единица. 1, 3, 5, 7. Господа, обратите внимание, когда мы ходим по прямой, то совершенно ясно, что либо мы идем вправо, и это тогда пишем плюс, либо мы идем налево, пишем знак минус. Соответственно, по большому счету, вариантов больше нет. Ну, то есть, я, конечно, мог получить минус 7, это минус 1, минус 2, минус 4. Я здесь мог получить минус 5, да, ну, поскольку спрашивали о длине отрезка, то, конечно, я пишу только вложу. Хорошо, теперь давайте немножко обсудим эти две задачи в первой книжке. А именно, представьте себе, что все то же самое, только вот этой вот прямой еду, то есть точки могут располагаться как угодно на плоскости. Вот, в книжке написано на прямой три точки А, В, С. А давайте уберем эти условия. Почему, собственно, не обязательно на прямой? Пусть у нас с вами есть отрезок, но давайте, поскольку В, С, если это длиннее, то я его нарисую. Известен отрезок, у меня нет циркуля, поэтому может получиться не очень ровно, но, надеюсь, все меня понимают, да? Я отрезок длины 3 рисую в разные, разные, разные стороны. Вот, скажите мне, пожалуйста, где может вот эта вот точка, вот эта какая-то одна точка, вторая, третья, вообще, их бесконечно много есть вариантов для точки А. Так вот вопрос, каким может быть отрезок А, С, если вся эта история происходит на плоскости? Как вы считаете? Ребята, это очень важная сейчас должна прозвучать мысль. Очень важная. Да, пожалуйста. От 2 до 8. Молодец. От 2 до 8. Совершенно верно. От 2 до 8. Совершенно верно. Молодец. Так, и пишем. Больше или равно 2, меньше или равно 8. от 2 до 8. И давайте поймем почему. Потому что, когда вы берете и идете отрезок длины 3 вот сюда, то у вас на самом деле остается всего лишь разность. Дальше и длины 3. Когда вы идете сюда, то будет сумма. Ребята, точка А может быть в любом месте на окружности. Вот у нас есть окружность радиуса 3 сантиметра, а здесь отрезок длиной 5 сантиметров. И все варианты. Вот пока точка А движется от этого положения у окружности вперед-веред-веред-веред-веред-веред-веред-веред-веред, то у нас постепенно длина отрезка увеличивается. Увеличивается, увеличивается. Ну, давайте так можно представить себе, если у нас проводятся такие вот окружности, то они будут пересекать все в новых и новых и новых точках. Ну, в общем, у кого есть цирк, вы можете побаловаться. Хотя, по-моему, это и так более-менее понятно. Господа, это настолько простое и настолько важное соображение, что для него в геометрии есть специальное название. Вот мысль, которую мы сейчас с вами произнесли, записывается всегда в виде такого неравенства. В виде такого неравенства. Значит, отрезок АС не превосходит суммы длин отрезков АВВС. Неравенство треугольника. Называется это неравенство треугольника. Любая сторона треугольника не больше суммы двух других. Ну, на самом деле, тут еще какая история. Если у нас настоящий треугольник, если у нас на самом деле здесь вот точка А, здесь точка С, здесь точка В, то неравенство будет даже строгое. Не меньше и не равно, а вот в этом месте у нас будет строгое. Почему? Потому что, чтобы было равенство, должно быть вот так, точка, где-то на отрезке точка и где-то здесь точка. Вот в таком случае у нас равенство. Понятно? Равно, если у нас точка В расположена между АС и меньше, если вот такая картина. Отлично! что такое неравенство треугольника, мы с вами поговорим. Кстати, неравенство треугольника, формально говоря, дает нам только то, что АС не больше восьми. Давайте, что такое курс? 8 данных, точно это 3 плюс 5, да? 3 плюс 5. Вопрос. А, собственно говоря, откуда я здесь взял 2? Вы, конечно, понимаете, что число 2 это 5 минус 3, да? Вопрос. Это отдельное, новое неравенство? Или же, на самом деле, оно является более-менее тем же самым? Ответ простой. Вот что такое 5? 5 это B, C. Пишу. B, C. Что такое 3? Это A, B. Переписываю вот это неравенство, перенося кройку сюда. Получится следующая штука. Получится, что у нас здесь вот 5, отлично, здесь у нас с вами меньше или равно, чем А, C плюс 3. Да, надо вспоминать. 5 это B, C. 3 это А, B. Господа, здесь стоит сумма сторон А, C и А, B. А здесь стоит сторона В, C. Да, здесь тоже неравенство, и убыка. Сторона В, C не больше, чем сумма А, B, C, а, B. Ну, опять, равенство, если все это так напрямой, и неравенство, если это не так. Неравенство, а, B, C,